Переселение из аварийного жилья, открытие центра онкологической помощи и нехватка зала в детской спортивной школе. Эти вопросы сегодня обсудили в Барабинском районе. С рабочим визитом там побывал глава региона Андрей Травников. Подробнее в сюжете Оксана Тимошенко. Работница локомотивного депо Евгения Величко живет в аварийном жилье. Переехать в новую квартиру она должна была еще год назад, однако новоселье пришлось отложить. Большая часть квартир в этом доме муниципальная. Муниципальные квартиры могут расселить только в квартиры. Я как собственник жилья хотела бы получить компенсацию за квартиру, то есть в денежном эквиваленте, но мне этого не могут сделать. Муниципальных квартир сейчас нет, дома у нас не строятся, то есть расселить по сути нас некуда. Меня интересует вопрос, как будет реализовываться расселение из аварийного жилья при условии того, что нет домов, соответствующих условиям. Решить проблему Евгении и еще сотен жителей аварийных домов поможет ускоренная федеральная программа по досрочному расселению. Вам подождать осталось недолго, потому что вот эта третья программа, она стартует в следующем году, в январе следующем. И у вас тогда будет возможность выбрать. Еще один вопрос, который адресовали главе региона работники локомотивного депо, касался бесплатной газификации, озвученной президентом. Стоимость центрального газопровода стоит с одного дома 105 тысяч, плюс нужно будет провести от центральных домов, это где-то будет стоимость также около 150 тысяч. Такой вопрос, как вот быть пенсионером? Это было поручение президента, бесплатный подвод газа до земельного участка. И это действительно так, программа, по сути дела, запущена. Коллеги в каждом районе, в каждом городе. С пол до 1 сентября, насколько я помню, нужно было подать все сведения. То есть нужно было все вот такие, проревизировать улицы, дома в тех населенных пунктах, где большой газ есть. Вот эта работа запущена тогда, когда уже некоторые вещи были сделаны, как вы рассказали, ваша мама уже деньги внесла. Понятно, что еще предстоит, как решить вот эти вопросы, как вернуть деньги. Ситуацию будут разбираться городские власти. А вот предприятия по переработке молока нуждаются в помощи не только региональной, но и федеральной. Например, Барабинскому молочному заводу ежемесячно требуется около 45 тысяч килограммов сырого молока, возить которое приходится за сотни километров. Часть сырья мы берем с местных хозяйств, здесь расположенных, это Барабинский район, Куйбышевский, Сдвинский. Ну и сейчас как бы уже возим сырье сдалека. Ввиду того, что качество продукции требует высшего сырья, мы возим сейчас с Маслянинского района сырье. Предприятие выпускает молоко и кисломолочную продукцию, которая востребована не только на местных рынках, но и в торговых сетях областного центра. И вопрос с качественным сырьем в условиях большой конкуренции здесь стоит особенно остро. Здесь переработчики крупные молока, и они могут увеличить мощность, а молока не хватает. Нужно работать и над повышением надоев, и над стимулированием частного подворья. Очень много вопросов. Проинспектировал губернатор и ход реконструкции районного дома культуры «Модерн». Средства были выделены по поручению главы региона два года назад. Сегодня практически полностью готов второй этаж здания. Завершается благоустройство территории. Строители обещают сдать объект к концу года. Со следующей недели заходят у нас подрядчики на технологическое оборудование, пробрасывают коммуникации, ну уже трассу пробрасывают под световое и звуковое оборудование. То есть в сентябре они заканчивают, и мы уже здесь делаем чистовую отделку. С финансированием оборудования и мебели все вопросы? Все, да. Соглашение подписано, 15 миллионов рублей, уже торги пройдены. На встрече с общественниками Андрей Травников обсудил вопросы грантовой поддержки, а также проблемы привлечения молодых кадров в сельскую местность. Ранее запущенные программы, такие как строительство служебного жилья, благоустройство рабочих поселков и сел в рамках различных федеральных программ, это будет продолжено. Но наша задача создать какой-то еще дополнительный инструмент для того, чтобы стимулировать молодых специалистов, кто уже приехал, тот уже закрепился, стимулировать к приобретению и строительству собственного жилья. Обратились барабинцы к главе региона с вопросом ремонта местной детской спортивной школы, в которой не хватает залов для занятий. Проблемы в правительстве региона рассмотрят в ближайшее время. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Евгений Косенков. Новости ОТС.